Реалии современного мира таковы. Социально-экономическое развитие стран уже невозможно без цифровой трансформации. Иными словами, внедрение и использование современных технологий не является исключением и Кыргызстан. Повышение навыков пользования новыми технологиями гражданами, оказание гос и муниципальных услуг в электронном формате и цифровизация экономики – таковы задачи цифровой трансформации Кыргызстана сегодня. Внедрение современных технологий, помимо прочего, необходимо и для искоренения коррупционных проявлений, а особенно туда, где такие риски наиболее высоки. Та же таможенная служба. Чтобы облегчить прохождение границы и сократить очереди на нескольких КПП страны, были установлены инспекторско-досмотровые комплексы или ГНС. Для предпринимателей получение справок еще не так давно было настоящим испытанием, надежные спутники которого – бюрократические проволочки. Но не сейчас. Для получения двух справок об отсутствии задолженности по налогам и соцстрахованию граждане раньше тратили как минимум два часа своего времени и почти 100 сомов. Автоматизация через систему Тундук на примере этих двух справок позволила в прошлом году сэкономить государству без малого 6 миллионов сомов. Но ценнее другое сэкономлены более 60 тысяч часов. А вот предпринимателям повезло больше. Им удалось сэкономить 373 тысячи часов и еще более 29 миллионов сомов. С внедрением системы межведомственного электронного взаимодействия Тундук были автоматизированы 15 видов справок. Совершены рекордные 150 миллионов транзакций. И чтобы проще было понять, это позволило получателям справок и госслужащим сэкономить значительное количество своего времени. Сейчас объединяет более 53 государственных органов, которые обмениваются между собой в электронном формате различного рода информации. Плюс к этому есть 33 коммерческие организации, которые получают информацию от государственных органов. Но вся эта статистика на самом деле для наших граждан не так и важна. Самое главное, что уже сейчас граждане могут в электронном формате получать с портала государственных услуг определенные справки. Более 90 видов справок, государственных услуг и сервисов. Мы считаем, что это достаточно большой прорыв в сфере цифровизации. Без внедрения цифровых технологий избавиться от имеющихся недостатков в сфере оказания госуслуг невозможно, отметил исполняющий обязанности президента Талант Мамытов. На минувшей неделе он принял участие в конференции «Основные направления цифровизации в Кыргызстане. Перспективы и вызовы». Граждане не должны бегать за чиновниками, а иметь возможность через соответствующие приложения получить, например, нужную информацию в налоговой службе, соцфонде и других госорганах. Граждане не должны бегать за чиновниками. Новшеством в ушедшем 2020-м стала мобильная версия госпортала электронных услуг. Она позволит гражданам получать услуги и сервисы в любое время. Одним из первых приложения протестировал «Талант Мамытов». С помощью смартфона за считанные минуты он получил электронную справку с места работы. Необходимость контактировать с госслужащими теперь нет. «Чтобы получить эту справку, вам не потребовалось никому обращаться. Вам всего лишь потребовалось три раза нажать на экран. При этом вы можете, если вы нажмете вот эту кнопочку, вы можете сразу поделиться или отправить нужному человеку, чтобы он мог дальше ею воспользоваться или передать. При получении данной услуги не было задействовано ни одного государственного служащего. Поэтому наша цель в рамках этого указа все государственные услуги сделать доступными с мобильного приложения, чтобы у каждого гражданина в кармане было электронное правительство. Спасибо». Другой разработкой стала единая система идентификации. Она дает возможность гражданам с единой учетной записи заходить на различные порталы. Без необходимости проходить авторизацию в каждом из них отдельно. Особенно удобно это стало для предпринимателей. «С помощью цифровизации можно сделать и оптимизацию государственного управления». Значительно упрощено и получение госпособий с другими денежными компенсациями. Министерству труда и соцразвития удалось оцифровать с десяток видов справок. У граждан отпала необходимость простаивать в очередях. С июня 2019 по ноябрь 2020 были автоматизированы 15 справок, в том числе справка о наличии и отсутствии судимости, налоговой задолженности, справка о движимом имуществе или гражданстве. Получателями справок сэкономлено 365 лет. Только Министерство труда и соцразвития через систему «Тундук» получило около 5 миллионов справок в электронном формате. Одними из часто запрашиваемых стали справка о гражданстве. Ее получили более миллиона раз. Или справка о наличии страховых взносов. Более полумиллиона раз. За 14 месяцев Министерство труда и соцразвития произвел взаимообмен 15 государственными органами более 5 миллионов 700 тысяч справок. То есть это говорит о том, что граждане не ходили, не собирали справки. Наши сотрудники сами собрали им больше 5 миллионов справок. 17 госуслуг мы предоставляем через госпортал. И мы планируем еще 11 также через госпортал предоставить услуг. Без внедрения современных технологий в регионы говорить о цифровой трансформации страны в целом не приходится. Платформа Сонари Паймак за счет полной автоматизации процесса получения госуслуг, исключения человеческого фактора и предоставления комфортных для кыргызстанцев условий в итоге должна повысить эффективность работы органов МСУ. При этом открыт доступ к базам данных ряда других госорганов, что уже позволяет сельчанам получать все необходимые справки, не выезжая в город и буквально в один момент. В 2021 году, с января месяца, мы активно будем работать, чтобы все Айлюк Мэйту работали над этой системой. Это уникальность данной системы. Знаете, все, например, вот эти государственные услуги в будущем можно будет получать в данном проекте. Так как ранее все эти хозяйственные книги были в бумажном варианте, сейчас активная работа ведется, чтобы внести в электронный формат хозяйственные книги. 17 декабря Талант Мамытов подписал указ о неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в Госуправление Кыргызстана. Главная задача сейчас – демонтаж старой системы получения госуслуг, искоренение коррупции и устранение человеческого фактора. До марта руководителям необходимо эффективно внедрить цифровые технологии в свои министерства и ведомства. В 2021 году полностью будет отменен бумажный документооборот между государственными органами, полностью перейдет на электронный документооборот. Помимо этого, планируется отменить более 40 различных справок, которые запрашиваются у граждан. То есть, это большие шаги, которые приведут к тому, что нашим гражданам станет удобнее получать государственные услуги. Любая транзакция, которая будет проходить через систему Тундук, должна приводить к тому, что услуга или какой-то сервис для гражданина будет облегчен и упрощен. На данном этапе развития госуправления важно повсеместное внедрение цифровых технологий для электронного взаимодействия между государством и гражданами. Это взаимодействие должно стать максимально понятным, удобным и комфортным. Министерства и ведомства уже активно обмениваются данными между собой. Это значит, что пока вы смотрите этот ролик, работающая система Тундук экономит бюджетные деньги, уже не говоря о нервах и времени граждан. Аяна Дюшикеева и Сентурабыкеев, Аллато, 24.